Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 7 апреля 2020 года. По данным Всемирной организации здравоохранения количество выявленных за сутки заражений коронавирусом в России превысило 1 тысячу человек. Общее количество россиян с положительным результатом тестов на COVID-19 составило 7497 человек. Выздоровело 494 человека, умерло 58 человек. В Приморском крае власти не стали запускать систему СМС-пропусков, которую обещали вести в действие с 7 апреля. Она готова и отлаживается, заверили в администрации, но штрафовать за отсутствие СМС пока не будут. Российские ученые начали испытания теста для выявления тех, кто уже переболел коронавирусом, возможно, в бессимптомной форме. У переболевших выработался иммунитет, они могут приступать к активной жизни без риска заболеть. Те, кто выздоровел, могут также стать донорами плазмы крови, поскольку в ней присутствуют антитела, которые позволяют бороться с вирусом. СМИ сообщили, что Надежду Бабкину, заразившийся коронавирусом, находится в коме, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ситуация в других странах. Из-за всеобщих карантинных мер бизнес президента США Дональда Трампа потерял 1 миллиард долларов, подсчитали эксперты журнала Forbes. Наибольшие потери произошли в секторе коммерческой недвижимости. Состояние заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за сутки настолько ухудшилось, что его перевели в реанимацию. Правительство Соединенного Королевства временно возглавил министр иностранных дел Доминик Рааб. В Китае впервые с января не зарегистрировано ни одной смерти от вируса, за последние сутки там выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом, все они оказались завезенными. Всего же в стране, по официальным данным, осталось 1242 заразившихся. Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 73 703 человека. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Италии, 16 523 человека. Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты Парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 000 до 40 000 рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 000 рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 000 рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 000 рублей, для должностных лиц, от 300 до 500 000 рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, от 500 000 до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлица предусмотрен штраф от 500 000 до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан, от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц, от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц, от 5 до 10 миллионов рублей. Продолжение следует...